МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однажды вечером на пороге моего офиса появилась приятная во всех отношениях дама. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Меня обокрали. Ну что ж, пойдемте в кабинет. Прекрасную незнакомку звали Любовью. Как выяснилось, у нее из квартиры украли деньги и кольцо с рубином. Но взлома при этом не было. Все-таки почему вы обратились к детективу, а не в полицию? Ну, я не могу в полицию. Дело очень щепетильное. Кольцо, которое пропало, было подарено мне одним очень влиятельным человеком. Человеком с репутацией, понимаете? Я извиняюсь, этот человек бандит, что ли? Ну, скажете тоже. Нет. Это директор завода Храпов Борис Аркадьевич. Очень известная личность. У него жена, дети, а я, так сказать... Понимаю, подруга. И наши отношения испортились по моей вине. Из-за моего мужа, бывшего. Догадываюсь. Ревнует. Ну, мы с Геной в разводе, однако, остались друзьями. И не только. Понимаете? Ну, в общих чертах. У нас с Геной случился как бы рецидив в отношениях. А это уже было после того, как мы начали встречаться с Борисом Аркадьевичем. Ну, такое бывает. Ну, я Храпову, конечно, ничего не сказала, но на днях он нас застал с Геной у меня дома. Подожди, это кажется, сын пришел. Ага, я так и знал. Боренька, я сейчас тебе все объясню. Это... Это двоюродный брат. Или племянник из Тамбова. И он так замерз, что ты решил его отогреть. Ну, откуда у него ключи? Это что, твой папа? Что? Кто? Как ты смеешь, щенок. Я-то смею. Я муж этой женщины, хоть и бывший. А вот кто ты такой? Ген, не зли его. Так ты мне оплатила. Я тебя содержу, я тебя кормлю, а ты у меня за спиной. Боренька, я сейчас тебе все расскажу. Это не то, что ты думаешь. У нас ничего не было. Ген, он просто пришел ко мне в гости. Понимаешь, он очень сильно переживает, что я его бросила. Ради тебя. Я-то хорош поверил тебе. И сына твоего, бездарность эту, устроил в самую престижную школу города. Не смей скорблять моего сына. Прощай. И помощи от меня больше не жди. Ни звонка, ни шепота, чтобы не слышал. Все. Напугал. Я твое кольцо продам, а три года на это жить буду. И после его ухода я действительно осталась без средств к существованию. Я хотела пойти к ювелиру, чтобы оценить кольцо. Кольца нет. И денег тоже. Пожалуйста, помогите мне. Я вас очень прошу. Я не могу в полицию идти. А ваш Гена не мог кольцо прихватить? Если на него действительно три года жить можно. И деньги тоже. Ведь вы же говорите, взлома не было. Да, действительно взлома не было. И кольцо очень дорогое. Но Гена, я думаю, нет, он не мог. Хотя он и балбес, и на пять лет меня младше. Но все-таки он меня любит. Ну хорошо, я попробую разобраться в вашей ситуации. Мне нужно описание кольца и адрес Гены. Так, сейчас я вам напишу. Геннадий Игнатов. Только я вас прошу. Ну естественно. Я буду действовать максимально осторожно, чтобы не навредить репутации Бориса Аркадьевича. Еще мне все-таки нужно описание кольца. У меня с собой есть фотография, где мы с сыном. И там очень хорошо видно кольцо. Вот, посмотрите. Значит, поняли. Главное – конфиденциальность. Я еду к Храпову, а ты, Сергей, навести Геннадия Игнатова. Погодите, Андрей Васильевич, но кроме кольца и денег ничего не пропало. Взлома тоже не было. Это же ясно, как божий день. Кольцо взял бывший муж. Ну и какой смысл нам ехать к Храпову? Ключи от квартиры у него были? Были. Вот, поэтому вполне возможно такой вариант. Храпов решил свою любовницу наказать. Типа попробуй проживи без меня. Хорошо, а как он тогда узнал, что у нее тогда Гена был? Правильно. Вот и я хочу выяснить, кто посоветовал Храпову навестить любовницу в рабочее время. А, ну понятно. То есть вы, как всегда, уедете, а я здесь буду. Что мне делать-то хоть? Обзвони ювелирные мастерские и ломбарды. Может быть, кто-то уже пытался продать кольцо? Рубин крупный, такой незаметно не продашь. Хорошо. Ну а чтобы не сидеть в офисе, собери информацию на сына Любы Олега. Поговори с соседями. Но в первую очередь ломбарды. Пошли. В приемной химзавода мне сообщили, где найти директора. Он инспектировал ремонт социального объекта. Он должен быть здесь. Это социальный объект, а не коровник, понимаешь? Два месяца ремонтировать никак закончить не можем. И с детским садом то же самое. Куда? По какому вопросу? К Борису Аркадьевичу на пару слов. Все, отбой. Управили. Вы ко мне? Только, пожалуйста, говорите быстро. Времени нет совершенно. Борис Аркадьевич, добрый день. Я частый детектив, Андрей Савельев. Даже так? А что расследуете? Вам знакома Любовь Даниловна Черных? Тише, тише. Пройдемте в машину, там поговорим. Что там у Любы произошло? Пропал ваш подарок, кольцо с рубином. И поскольку следов взлома не было... Она хоть в полицию не заявила, что это мое кольцо. Это может навредить моей репутации. Уверяю вас, Любовь Даниловна прекрасно понимает, что подобная огласка может вам навредить. Именно поэтому она обратилась ко мне, а не в ближайшее отделение полиции. И то, слава богу. Но между нами все кончено. Именно. Вот я и подумал, может быть, вы и решили вернуть кольцо себе, а, Борис Аркадьевич? Что? Да как вам это в голову-то пришло? Естественная реакция. Наказать ветреную женщину. Кольцо-то, наверное, немалых денег стоит. Бред. Украсть у женщины свой же подарок. За кого вы меня принимаете? Ерунда. А кольцо Люба, скорее всего, просто потеряла. Закатилась куда-нибудь. Дело в том, что вместе с кольцом пропала и приличная сумма денег. Вряд ли она закатилась вместе с кольцом. Согласен. Но даже намек на мою причастность считаю оскорбительным. Мы проверяем все версии. Если не ошибаюсь, вы порвались с любовницей из-за ее измены? Совершенно верно. И уходя, вы пригрозили, что перестанете платить за обучение ее сына? Ну, это я погорячился. Обучение Олега я оплачу полностью. Я же понимаю, что Люба сама не осилит. А наказывать парня за грехи взрослых – это не по-мужски. Поэтому пусть нормально доучится. И можете передать Любе, чтобы не переживала за сына. Обязательно передам. В таком случае у вас все? И последний вопрос. Вы не знаете, кто мог бы украсть кольцо и деньги? Понятия не имею. Я встречался с Любой по воскресеньям, когда ее сын уходил в спортзал. Чем она занималась в оставшееся время, с кем общалась – не знаю. Я человек занятой, шпионить мне не досуг. Ясно, спасибо огромное. Всего вам хорошего. Я решил еще раз поговорить с клиенткой. У ее дома меня встретила Аня, которая успела пообщаться с соседями Любы и кое-что разузнала про ее сына – Олега. Привет. Ну что соседи говорят? Ну, не то, чтобы соседи утверждали, но ходят слухи, что Олег Черных любит экспериментировать с химическими веществами. Химик, что ли? Ну, в некотором роде. Ты про наркотики? Вон оно как. А что, это версия и очень вероятный мотив. Ты, кстати, ломбардой уже обзвонила? Ну, не все еще. Не затягивай. Ну что, я наведаюсь к нашей клиентке. Вы уже что-то выяснили? Любовь Даниловна, мне нужно задать вам еще пару вопросов. До меня дошел неприятный слух, касающийся вашего сына. Я знаю, что у Олега были проблемы с наркотиками. Но это, я считаю, возрастное. Эксперименты молодежи, понимаете? И потом Олег мне клятвенно обещал, что он больше пальцем к этому не притронется. Но, похоже, обещания не сдержал. Вот соседи. Так и норовят грязью облить. Но если это даже так, это мои вопросы, и я с этим разберусь. И все же я хотел бы поговорить с вашим сыном. Хорошо. Он сейчас вернется с занятий, и вы можете его подождать. Да нет, я хотел с ним поговорить тет-а-тет, если вы не возражаете. Так что я встречу его прямо возле колледжа. Ко мне обратилась Любовь Черных. У нее из квартиры пропали деньги и кольцо с рубином. Подарок от богатого любовника Бориса Храпова. Первым делом подозрение пало на бывшего мужа Любови, Геннадия Игнатова. Однако тут поступила информация, что ее сын Олег Черных увлекается наркотиками. Эй, парень, можно тебя? Чего? Толковать надо. Я слышал, ты дурь ищешь. У меня есть по дешевке. Да мне не дурь нужна вовсе, а такие таблетки, знаете, чтобы не спать. А то у меня в колледже экзамены сложнейшие, я готовиться не успеваю. Да, только денег у меня все равно сейчас нет. Да, это проблема. Кстати, могу золотишком взять. С золота? Могу. С сережки возьмете? У меня недавно один из ваших кольцо брал. Хм, а это интересно. Я частный детектив. Стоп, 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 молодой человек, не так быстро. Давай не будем вмешивать в это дело полицию. Вот и хорошо, поговорим спокойно. Меня твоя мама наняла, чтобы найти то самое кольцо и пропавшие деньги. Я денег не брал, только кольцо. Да и то на время, пока денег не найду. Ну, как бы в залог. Ну, хорошо, пусть так. Но кольцо нужно вернуть. Ты мне говоришь, кому отдал кольцо, а я даю тебе адрес с моим знакомым. Он прекрасный врач, психотерапевт. Знаешь, есть такие специальные тренинги, чтобы не уставать и в то же время не нарушать режим сна. Договорились? Договорились, да. Только я без таблеток все равно к экзаменам не успею подготовиться. А мы попросим твою маму нанять тебе репетитора. От редких привычек надо избавляться. Всю жизнь таблеток не проживешь. Оглянуться не успеешь, как станешь законченным наркоманом. Поехали, я тебя подвезу до дома. Итак, я тебя внимательно слушаю. Есть тут один дилер, Петр Петров. Кличка Перчатка. Ну, в общем, я ему и задолжал немного. Здорово, Олежек. Перчатка? Тебе чего? А то ты не знаешь. Должок ты собираешься возвращать? Да я же сказал, нету сейчас. Потом отдам. Ты мне про потом не надо, ля-ля. Да откуда я тебе денег-то сейчас достану? Не знаю. Ладно, я сегодня добрый. Могу и натурой плату принять. В смысле? Да не боись. Матери драгоценностей поди много. Пропажу одного колечка она не заметит, так? Ну? Баранки гну. Вытащи, считай в расчете. Таблеток подкину. Свежая формула. Можно двое суток не спать. Все уроки выучишь сразу. Да ты чего, если она хватится? Да это на время, пока денег добудешь. Потом отдам. Ладно, я все сделаю. Погоди, погоди. Ведь у матери много драгоценностей. Почему ты взял именно это кольцо? Да, какое он сказал, я ему то и вынес. Кольцо с рубином. Перчатка, я писал, как оно выглядит. То есть дилер попросил конкретное кольцо. Знаешь, опиши-ка мне его, я хочу с ним пообщаться. Ну, только вы не выдавайте, что это я вам сказал. Я думаю, после нашего разговора у него будут проблемы куда серьезнее, чем выяснять, откуда у меня такая информация. Ну, в общем, он всегда в черный одет. На руке носит на пульсник черный, шипованный. Такие сейчас уже не в моде, а он носит. Говорит, люблю путь против течения. Тусуется обычно на холодном углу. Знаю такое место. Точка сбора местных наркоманов. Их полиция уже там не раз накрывала, а они все возвращаются. А вот и твой дом. Приехали. Сиди дома, учи уроки. Вот тебе телефон врача, который я обещал. Завтра позвонишь ему? Хорошо? Договорились. Держи. Спасибо. Давай, по рукам. По рукам. Холодный угол, говоришь? Да, Андрей Васильевич. Сергей, ты в детстве какую музыку любил? Танцевальную. Жаль. Кстати, у тебя есть дома черные майки с рисунками? Куртка черная? Что-нибудь кожаное с шипами? Ну, черная майка и найдется, да и куртка, по-моему, у меня где-то валялась. А зачем? Вот и отлично. Езжай домой, переодевайся. Вот именно в это. И жду тебя возле старого парка. Погодите, погодите, Андрей Васильевич. Я вроде Геннадия Игнатова ищу. Кстати, нашел? Нет, я съездил, конечно, к нему по адресу, но там никого нет. Вот и отлично. Потом найдешь. Сейчас ты мне здесь нужен. Все, жду. Да, на Рокера ты не похож. Но, в принципе, и на Тарчка тоже. Придется брать актерским талантом. Андрей Васильевич, я и так себя чувствую полным идиотом в этом, прикиньте. Вы мне хоть толком объясните, что от меня требуется. Пробраться в стан врага, как обычно. Здесь, в парке, собираются местные наркоманы. Найдешь дилера с напульсником на руке. По кличке Перчатка. Нужно сделать вот что. Здорово, братух, слышь, есть что-нибудь, а? Меня что-то ломает, вообще не могу. Что-то я тебя тут раньше не видел. Откуда знаешь про точку? Да это, ну, Олежка, знаешь. Ну, он в этом, в колледже, крутым учится. А, ясно. Только я тяжелыми препаратами не барыжу. Ну, успокоительные, увеселительные, на любой вкус. Выбирай. Желтые для учебы, чтобы не спать. Розовые, наоборот, от бессонницы. А оранжевые, смотреть мультики наяву. Деньги-то имеются. Само собой, чё. Есть лучшая, есть волшебная красная книжечка. Бьет по мозгам лучше любого наркотика. Ой, я попал. Давай спокойно, без драмы. Это не облава. Ну, будешь дергаться, сдам тебя в полицию. И срок тебе гарантирую, как в японском мультфильме, полноформатный. Только грустный очень и черно-белый. Чё надо? Надо потолковать. Пойдем, в машине потолкуем. Лукавить не стану. Имею огромный соблазн сдать тебя полиции за то, что продаешь, так сказать, витамины учащимся колледжа. Да это же не наркотики. Это так. Заниматься лучше, спать меньше. Привыкание вызывают. Да не больше, чем кофе, если не злоупотреблять. Да это же не наркотики. Это я так, для важности слух пустил. А на деле там 90% кофеина. А 10% оставшиеся. Или ты хочешь, чтобы мы провели анализ в лаборатории криминальной экспертизы? А вдруг найдем какую-то гадость? Ладно, давай так. Ты отвечаешь на мои вопросы, а я постараюсь проявить сострадание и помочь тебе изменить твою жизнь. Или ты собираешься тут до старости околачиваться? В полицию не сдадите? Пока не знаю. Итак, вопрос первый. Это ты подговорил Олега Черных выкрасть из дома кольцо с рубином. Так? Ну? Будем считать ответ утвердительным. Вопрос второй. Для кого? Ну, в общем, меня это мужик один нанял. Что за мужик? Как выглядит? Молодой такой, небритый. Молодой? А это не Гена? Он имени назвал? Да ты что, дядь? Нет, конечно. Сергей, срочно ищи Гену. Понял. Ну я пошел, я же все рассказал. Подожди, покатаешься со мной, надо будет кое-кого опознать. Через пару часов мой помощник нашел Геннадия Игнатова. Нужно подбросить ему жучок. Попробую. О, Санек! Здорово, братуха, как сам! Эй, какой у тебя Санек? Ты вообще кто такой? Брат, прости, обознался. Прости, пожалуйста. Ну что, получилось? Ну, вроде как. Ну, тогда слушаем. Привет, любимый! Здорово, Юльтик, слышу, у меня супер новость. Я у этого старого кляча не раздобыл немножко денег. Так что теперь мы сможем снять квартирку. А то мать совсем досталась своими нравоучениями. Какой ты у меня добычек. Ну что, едем на дачу? Я истер попросила баньку затопить. Конечно, едем. Только пока на электричке. А потом и машину куплю. И все-таки откуда у Гены образовалось столько денег, чтобы снимать квартиру и да еще машину в перспективе? Ну, откуда деньги, понятно. Из квартиры Любовь Вечерных. А машину он, видимо, собирается покупать, когда кольцо продаст. Посмотри на этого мужика. Он к тебе подходил? Да нет, не он. Не он, говоришь? И все-таки я пойду с ним поговорю, а ты сторожи ценному свидетелю. А твоя бывшая ничего не заметит? Да у нее денег корни клюют. Старых лишь не скупится. Геннадий Игнатов, добрый день. Частный детектив Савельев. Расследую пропажу ценностей из квартиры гражданки Черных. Любовь Данила, знаете такую? Жена моя бывшая. Только про ценности я ничего не слышал. А вот жучок в вашем кармане говорит об обратном. Разговор записан. Не докажете. Ничего такого я не говорил. Не беда, нам Юля расскажет. Ей теперь серьезный срок светит. Какой срок? Купюры, которые вам только что передал Геннадий, меченые. И они находятся у вас, а не у него. Алло, ты Юля-то не впутывай. Не при чем тут она? Возможно, но улики вещь упрямая. Так сознаешься или полицию вызываем? Ладно, я. Я взял деньги у Любы. Подумаешь, у нее богатый любовник еще подарит. Невелика потеря. Ступайте, Юля. Благодаря тебе она любовника потеряла. Так что теперь не подарит. Пошли в машину. Ко мне обратилась Любовь Черных. У нее из квартиры украли деньги и драгоценное кольцо с рубином. Подозрение пало на бывшего мужа Любови Геннадия Игнатова. Мой помощник Сергей разыскал его. Выяснилось, что деньги действительно взял Игнатов. И вся сумма украденных денег оказалась при нем. Я вот только не понимаю, вы деньги специально метили? Знали, что их украдут? Я пошудил, они не мечены. Вполне обычные купюры. Вот я лох-то. Ну, есть немножко. Я так понимаю, ты машину хотел приобрести после того, как кольцо продашь? Стоп, стоп. Какое кольцо? Деньги я взял. Храпов со мной не расплатился. Но я их решил взять. Ведь, по сути говоря, это же его деньги. А за что он с тобой должен был рассчитаться? За спектакль. Он решил с Любой расстаться. И для этого нужен был какой-то предлог. Ну, типа, о, ты тут изменяешь меня с другим. Интересно, а как он на тебя вышел? Не выходил. У него на это дело есть свой человек. Начальник охраны. Точно, это вот про кого я говорил. Это такой светловолосый, небритый. Все дорожки ведут обратно Храпову. Занятно, занятно. Так, с этим все. Сергей, веди его к Макееву. Пусть с ним разберется. Может, не надо? Я больше не буду, честно. Иди, иди. Макеев умеет доходчиво объяснить. И сам нашу жизнь запомнишь, и детям передашь. Так, с тобой. Если поможешь мне в одном деле, то я замолвлю за тебя, словечко, перед следователем. Помогу. Так, ну и что, получается, что за всем этим стоит Храпов? Получается так. И зачем ему понадобился Гена, теперь тоже понятно. Да, если бы он решил расстаться с Любой, ни с того, ни с сего, то она вполне могла бы его шантажировать. И он решил подстраховаться. Он хотел, чтобы Любовь Даниловна почувствовала себя виноватой, тогда бы она не стала распускать про него сплетни в отместку. Ну, а Рубин ему зачем? Дело в чем угодно, только не в финансах. Слушай, у нас где-то были брошюры благотворительного фонда. Были такие. Вот. Ну что, благотворительность – повод для встречи с Храповым? И как раз установить камеру. Какой у вас офис красивый. Спасибо большое, что согласились меня принять. Девушка, я человек занятой, поэтому без реверансов. Что у вас? Вот. Так. Помощь детям. Надеюсь, вы не рассчитываете, что я прямо сейчас вам подпишу чек. Нет, конечно. Поэтому так, вы мне дело оставьте, я проверю ваш фонд и свяжусь с вами. Тут телефон есть? Да. И хорошо. Детям надо помогать. Детям помогать будем, если, конечно, ваш фонд действительно фонд. Алло, Андрей Васильевич. Камера в кабинете Храпова установлена. Что делать дальше? Молодец. Ты на сегодня свободна. Спасибо. А мы с тобой сейчас попытаемся выманить начальника охраны Сомова. Звони ему, требуй денег. Будет упираться, скажи, что пойдешь в полицию. Ой. Извините. Алло, Андрей, да. А я в опорному, Владимир Сергеевич. Что, ты освободилась? Сейчас, подожди немножко. Владимир Сергеевич, а он еще нужен? Да ладно, иди уже. Так и быть, скажу твоему шефу, что мы с тобой до ночи наркодилеров воспитывали. Спасибо. Да, я иду, Анют. О, Семен, какие дела? Борис Аркадьевич. Звонил этот шипсдик Гена. Деньги требует. Говорит, если не дадим, в полицию обратиться. В полицию? Придется рассчитаться с придурком. Деньги отдай. И припугни. Осторожно, без самодеятельности. Хорошо. Следов не будет, гарантирую. Храпов передал Сомову деньги. Сейчас он будет тебе звонить. Алло. Хорошо, понял. Он сказал, что будет скрыть через 10 минут. Только я боюсь, вы же слышали, у меня прессовать собрался. Не переживай, я тебя подстрахую. Пошли. Ну что, деньги принес? Деловой какой. Деньги тебе. Так не делается. А как это делается? А так делается. Если ты еще скотину поганой свой рот откроешь, если еще раз твои тупорылую голову приедет мыслями честного человека морать, дошел до тебя мой посыл. Да дошел, дошел. Больно. Отпусти уже. Тогда взял бабки и свалил отсюда. Привет. Поговорим? Снова здорово. А если нет? Ладно, ты и давай, не отказывайся. Это в интересах твоего босса. Давай, поехали, поехали. Чтобы было тебе чем руки занять. У меня есть свидетель, готовый дать показания о преступном сговоре с целью похитить ценности из квартиры гражданки Черных. Ты меня за дурачка, что ли, держишь? Я юридических вузов не заканчивал. Но езжу здесь понятно, что пустое это все. Я скажу, что первый раз этого типа вижу. А если ты на диктофон записал этот разговор, то там все равно ничего такого нет. Так-то оно так. Но в этом деле замешан торговец с наркотиками, который помогал похитить кольцо. А сговор с наркодилером, это уже совершенно другой калинкор. Еще раз. Я-то здесь при чем? И как думаешь, что сделает Храпов, когда узнает, что ты связался с торговцами наркотиками? Или он знает? Тогда еще интереснее. Я, кстати, заявление обязательно в полицию напишу. Ладно, я тебя слушаю. Что ты хочешь? Мне необходимо подтвердить причастность Храпова к похищению Рубина. Это кольцо у него в сейфе лежит. Мне нужно, чтобы он вынул его на пару минут. Это на время достаточно для того, чтобы в дверь войти, что ли? Именно. Тогда у меня предложение получше есть. Борис Аркадьевич поручил мне ювелир найти. У тебя помощник есть подходящий? Для такого дела найдется. Алло, Сергей? Ты где сейчас находишься? Понял. Давай срочно ко мне. Все, жду. Борис Аркадьевич, вы ювелира просили. А, замечательно, замечательно. Здравствуйте. А не слишком ли вы молоды для ювелира? Знаете, это все стереотипы, что ювелиры должны быть старыми. У меня, между прочим, были самые лучшие оценки. Работа требуется непростая. Справитесь ли? Ну, не знаю. Давайте посмотрим, оценим, так сказать, сложности и объем возложенной задачи. Но если я уж сам не возьмусь, то во всяком случае порекомендую кого-то, кто точно возьмется. И то верно. Ну, что скажете? Ну, по-моему, замечательно. Очень красивый рубин. Плохо же вы учились, если не замечаете самого главного. Самого главного? Рубин поддельный. Это не самый главный, Борис Аркадьевич. Самое главное, что рубин у вас. И все же я прав. Не бывает молодых ювелиров. Это ваш человек. Сергей, спасибо. На сегодня все. До свидания. Сами расскажете, как кольцо оказалось у вас, или мне в полицию позвонить. Конечно, расскажу. И вы поймете, здесь нет никакого криминала. Люба же сказала, что пойдет продавать рубин. Настоящий ювелир сразу определит, что он поддельный. Подделка? Ну и что? Как вы не понимаете. Я и подделка. Во-первых, это позор. Храпов пожадничал. Ужасно. И, во-вторых, это удар по женскому самолюбию. Кто знает, как бы она себя повела, если бы узнала, что я подарил ей стекляшку. Ну да. Любовь Даниловна уверена, что это настоящий рубин. И, разозлившись, вполне могла вас ославить на весь свет. Дошло бы до жены. Жена – это, конечно, неприятно. Но слава на весь город, представьте, Храпов дарит своим любовницам поддельные драгоценности. Это делает меня шутом до конца жизни. Да. Непростая ситуация, надо сказать. С одной стороны, мы имеем на лицо состав преступления, а с другой стороны... Я понимаю, как это выглядит. Но если вы согласитесь мне помочь, то от этого все только выиграют. И как я смог бы вам помочь? Мне нужна моя репутация. Любе – кольцо. А огласка этой истории не нужна никому. Понятно. Ну что ж, я обязан действовать в интересах своего клиента. Клиент просил меня найти кольцо и не причинить вреда вашей репутации. Спасибо за понимание. Любовь Даниловна, а я к вам с интересной гипотезой. Я по вашим глазам вижу, что дело сдвинулось. Ну, можно сказать и так. Простите. Я сейчас. Странно, никто не ответил. Ну, так какие новости? Мы проверили все мыслимые и немыслимые. Ниточки, зацепки. И выяснилось, что это мой бывший муженек. Вы знаете, не совсем. Я уверен, что ваше кольцо никто не похищал. Это как это так? Его нет. Так оно могло и затеряться. Вы, кстати, драгоценности все в одном месте храните. Оно не могло затеряться. Я сто раз смотрела. Вот шкатулка. И все-таки я настаиваю. Проверите еще раз. На всякий случай. Ну, такое и бывает. Глаз замыливается и не видишь того, что у тебя находится под носом. Я не могла не заметить. Понимаете, я прекрасно знаю, что лежит в шкатулке. Я знаю наизусть это. И все-таки я настаиваю. Проверите. Хорошо. Вот это мне досталось от бабушки. Вот это еще со студенческих времен. Это подарок от... Неважно от кого. А это... Ой. Ну вот, я же говорил. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok